что из плюсов добавили в этом патче они добавили тени то есть раньше была возможность дистанцию прорисовки теней убрать насколько там 50 метров по моему и то есть ты смотришь дальше чем 50 метров у тебя там нет тени и например люди на развязки как играли развязка темная карта да там кто ты смотришь упор у тебя темно ты ничего не видишь но ты смотришь вдаль например от центра до тех на лайт или как он магазин называется и где там нету теней у тебя там светло когда днем люди брали оптику и через оптику то есть чекали это место и убивали типов потому что там их видно как на ладони просто теперь нет теперь тени у тебя прорисовываются на 500 метров и и просто так типов не увидишь то же самое в лесу и смотришь дальше чем 50 метров ты видишь типа там нету ни теней нихрена он просто сидит у тебя на открытой области короче говоря ты его убиваешь сейчас они добавили тени и но смотрится более реалистичная игра в этом плане хорошо сложнее будет заметить соперников это как бы да понятное дело но оканой должно было быть вообще-то блин пуш там тень там темно там должно быть темно вот в этом плюс само собой в чем еще плюсы плюсы в том что когда вы разряжаете магазин у вас патроны стакаются сразу в один стак они раскидываются по бронеразгрузке или по сумке тоже плюс то же самое с деньгами что-то еще я вчера говорил мэтту хотел вам тоже сказать сегодня из плюсов меньше лагает меню барахолка нету пролагов в убежище когда вы что-то крафтить и надо наверно рестартануть что-то да по ходу сломалась видимо у нас что-то я не понял если честно что это они добавили зачем вроде так все было нормально они написали что добавили переключение огня по кругу ну типа ты меняешь режимом режима меняется по кругу к не так менялись по кругу просто один за другим менялись автомат одиночный автомат одиночная я вот это не понял зачем они трогали вообще это вроде так все было хорошо просто кто не видел кто может быть в контакте в нашей группе не состоит не следит просто вам покажу щас я тоже буду сейчас проверять буду я уже бегу туда уже на месте завтра нет загрузку ускорили до она уже почти до них не работает так давай-ка я третий этаж проверить смещенкой и крем его завтра после стримите и начали бы закидывать типов меченки просто и удивлялись бачу а вот учерек такой сидит просто я накидаю гранату как обычно что это был на спать отлично вот это из минусов которые вчера удалось обнаружить вероятно какие-то еще есть минусы есть один минус связанный с тенями я вам его не скажу чтобы вы эту тему не обузили сейчас вам расскажу про турик который мы играли воскресенье турнир проходил повар зон там играли но это по сути всероссийский турнир то есть самых топовых задротов повар зоне всероссийский турнир там были супер киберспортсмены вот рекреант при мим но те кто шарит те шарит как бы и кто понимает что это за люди вы вы понимаете о чем я говорю юрах сильный стример ламыч со своим напарником другие ребята там был даже simple знаете такого немножечко известного игрока в counter-strike simple вот он тоже участвует в этом турнире мы с метом тоже в этом турнире участвовали мы прошли отборочные сыграли мы хреново в том плане потому что чем там суть там надо упасть и найти в рандомных ящиках лут но я просто объясняю тем кто не шарит найти деньги ты находишь 10000 и себе заказываешь комплект с оружием и уже как бы на уверенности играешь стреляющие с другими соперниками и куда мы только не падали мы не могли найти денег короче то есть мы играли до этого в пабликах мы падаем находим деньги покупаем комплект все классно играем кастомки падаем из десяти вот кто шарит сейчас поймет всю боль лутали 10 домов включая полицайку прочие дома мы находили полторы тысячи актеров спасибо за поддержку тушо влетает за доната но в этом турнире все победила во первых победил жуткий рандом во вторых почему именно так все совпало в этом турнире первые места заняли реально люди которые каждый день играют варзону каждый день ее играют стримят они уже не первый десяток раз играли такие турниры поэтому них есть опыт таких турниров куда правильно упасть что за лутать чтобы у них были деньги на комплект ему первый раз ты играешь не понимаете вот с такими монстрами просто монстрами этой игры мы у которых по 200 часов игры зашли мы мы прорвались в этот турнир но подыграли из-за неименее опыта плохо ну как плохо мы на одну позицию ниже чем simple мы отыграли на 0 25 одного очка одну четвертую часть очка хуже чем simple отыграл по мне так это неплохо знаете но не имение опыта дало себе знать падали мы в места и не могли найти деньги просто в этом большая проблема была а так конечно все супер интересно было попасть на такой турнир это очень круто если что-то такое еще будет проводиться у скорее всего мы будем до пробовать еще играть там уж это реально интереснее чем играть какой-то паблик обычный более с такими супер мега типами были он чемпионами мира европы блин и россии в том числе по турниру примерно так я потом это вырежу наверное видосик поставлю чтобы мне по двадцать раз не рассказывать все то же самое понимаю короче ты прикол дана карча кушать собираюсь да да не починили меня если в турнире то это супер дорог просто видите символ он отличный игрок к с куда тоже там чемпион мира туда-сюда у него отлично им трекинг все отлично реакция хорошая но из-за того что у него как и у нас не было опыта он тоже плохо с 1 этаж стрельба от двушки подбегая со стороны платник убил меня это чатак да да он стрелял по мне через тихо туру это он у платника да да он запрыгнул на первый этаж да ай ой ой два класса золотой ник там по мне через стену стрелял я думал он по кому-то просто я вышел я отхожу короче не херово нет по себе с пулика да а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он уйдет ДимаTorzok Убил целую кучу людей ДимаTorzok 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 тоже какой-то стример разу видно по стримерам загорать начинают на f1 прокладывать куда прям вот тут сидит за стенкой а это чувака что прости меня две тычки с миллион живой я думал с первого уже умер счет такое себе счет отличный способ приманивать людей по всей локации у него виска резко выдержала два попадания опигеть хотя бы этот сразу отвалился наушники hyper x silver называются сейчас такие уже не продают но есть похожие модели тоже отличная что за грубий паншоте тапешкой в грудь а ты выжил если ты про дробовик а мне разве грудь попал меня это я пышкой даже 6 класс брони в слик ваншоте для одним выстрелом это обосновывалось тем что у меня слик был пока цены это реально грубьян маска горилла сидела арена не железо опять с мц иксом серьезно а а а а а а а и а и его граната не убьет а вот флеш этого лица убьет а это я понял оказался mcx пасить мая оказывается конечно по кости даже когда попадаются чатаки что я могу с этим сделать есть такая мудрость чат помню кто ее сказанул короче если есть какая-то ну фигня проблема и ты можешь эту проблему исправить не волнуйся раз ты можешь исправить не парься если есть какая-то проблема которую ты не можешь исправить не волнуйся уж ты не можешь исправить гениально что и кич таки да я ничего не могу с этим поделать могу только кидать им репорт и все этот недавно короче посмотрел наконец-таки фильм помпеи давнишь не уже там этот джон сноу играет знаю как то я его пропустил блин не массового внимания хотя все фильмы такие более менее популярные на римскую тематику смотрел о про древний рим вот его посмотрел и что-то меня короче проперло почитать всякие эти вот такие тип крылатые фразочки тех времен и там найти несколько фраз прям я вот под тарков идеально подходит супер идеально если напомните после рейта вам прочитаю такие фразочки есть люди там на две тысячи лет блин назад уже могли такие вещи говорить что они даже под тарков подходит смотрите значит слушаем цитату и пытаемся сопоставить ее на тарков ну то есть где это применимо или похоже арка и слушаем так никакая победа не принесет столько сколько может отнять одно поражение как вам про тарков походит на тарков или вот не теряет лишь тот кто ничего не имеет это про топористов по-моему они знали про топористов уже тогда блин время они знали про топористов давляйтесь и перевод есть это про про хейтеров которые пишут что там ходишь убиваешь новичков а мы играем всего там немного часов в каждый день пока они нас боятся пусть ненавидят сколько хотят пусть они нас ненавидят сколько хотят пока боятся так ну и вот есть тоже никто не отважен настолько чтобы не испугаться неожиданного таком фразочки чем труднее битва тем слаще победа согласны с этим да вы залетаете в трешку против постам 5 рыл сидит в алтынах если вы их убиваете это вам настолько по кайфу просто до чем труднее битвы тем слаще победа и вот самая я эту фразу может быть я где-то на подсознательном уровне помнил но я постоянно на стриме это говорю людям и по люди спрашивают типа как научиться играть хорошо но в игры там в тарков например опыт всему учитель сказал а юли цезарь опыт ребят этого часть фразочек который я видел записал себе это рфб по моему да пахает первый очень долго умирал выигрыши так скажем хороших рейдов вот там еще есть судя по всему чувак квест походу пришел делать добро пожаловать в тарков кстати знаете еще вспомнил одну фразочку суньзы и сказанул вам это о чем-то говорит я не поддерживаю эту фразочку в реалиях таркова как там там правильно сказал то что-то типа если долго сидеть у реки ничего не делать скоро по ней поплывут трупы ваших врагов этот про тарков про тех кто сидит и ничего не делает короче в рейде просто кэмпит его не убьет граната вообще боты тоже квест делал чувак сила 51 чат впервые сколько я играю в тарков у меня прокачала сила на 51 и вы свидетели все этого я заценим ну заходи я подожди друг на чем я остановился а сила вкачала с 55 уровень а чё она дает кстати прыгать выше бегать быстрее больнее бить и дальше бросать что немаловажно больше нести понял чатик первый раз я прокачал на фул видели как это молодого человека немножечко это сплющило ох тоже сайга а ты на чем на магнумах если вам понравилось видео не забудьте подписаться на канал и поставить лайк так так Продолжение следует...